пройти мимо такой иллюстрации к видео как работы на высоте на подвесной люльки на таком выдвижном штативе на грузовичке я просто не мог для чего нужны все эти коробочки которые наверняка очень полезны для человека я не знаю я не инженер не радиоинженер не физик никто-то там не техник к сожалению не понимаю но могу догадываться что фонит эта штука весело и они там снимают одну коробочку вешают другую коробочку и все это знаете внедрение разных инсталляций технологических она на самом деле у нормальных людей вызывает обеспокоенность почему а потому что мы не знаем на самом деле какой вред это может приносить человеку и даже не только излучение на клетке организма а вред воздействия в долгосрочной перспективе насколько сильно это изменит людей между тем роботизация уже идет полным ходом будут и такси без водителей то есть лишение миллионов человек профессии будет и много чего еще и социуму необходимо перестраиваться на самом деле необходимо перестраиваться и произвести переоценку ценностей потому что однажды окажется что китай выставил столько ветряков что он уже не нуждается и в десятой части той нефти которую потребляет сегодня к примеру к примеру переоценка ценностей и я убежден это мое твердое убеждение что во главе угла в россии для счастливого бытия нужно поставить человека и защиту его прав между тем геннадий бондарев глава грайворонского городского округа призвал жителей покинуть место своего жительства в связи с опасностью для жизни таким образом речь идет о полномасштабной эвакуации людей грайвороновский городской округ находится на самой границе с украиной и остается недоумевать на самом деле на самом деле потому что вот были заявления на высшем эшелоне власти о том что будет некий санитарный коридор созданы вот что происходит на карте как-то там все зарисовано одним цветом в реальности вот эвакуация целого города мрачный ужас приветствую вас уважаемые зрители с вами снова я захарыч блаженный подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии и поддержите мой труд описание подскажет как это сделать там же ссылки на два telegram канала и второй youtube канал подпишитесь пожалуйста дорогие друзья и знаете у меня из головы не идет жуткая новость которую озвучил во вчерашнем видео о том что в новой москве были обнаружены тела двух младенцев на водоочистительном сооружении мрачный ужас мрачный ужас и знаете свидетельством чего сие может являться рабство рабство а новая москва фактически получается зона сейчас во многом не контролируемая и рабство боюсь там имеет место причем рабство может быть в достаточно крупных масштабах и ну что ж к этому я сейчас вернусь но хочу порадовать вас уважаемые зрители как сообщила госпожа панфилова владимир владимирович набрал восемьдесят семь целых и двадцать восемь сотых процента голосов на предшествующих выборах если вдуматься в магию чисел но там есть о чем подумать ну да ладно и веселая новость очередное парламентарии хотят ужесточение контролирования и так далее касательно блогеров хотят ввести чуть ли не уголовное оказание наказание за предоставление каких-то недостоверных информационных услуг с использованием дистанционных технологий лицом не являющимся саморегулирующей моей организации то есть они в очередной раз хотят знаете кого прищучить вор вольных глашатаев вестников трубодуров скоморохов может быть вы не будете уже трогать шутов гороховых ваши высоко я может быть не надо они рассматривают этот законопроект но хочу сказать что эта история на самом деле омерзительная история антиконституционная потому что она речь идет о свободе слова которая гарантируется конституции и патриархом русской православной церкви который говорил что мы одна из самых из пяти самых свободных стран остальные одна еще 5 остальные 5 он впрочем не назвал ну да ладно мы можем с вами догадываться актер калагриевый получил семь суток семь суток за то что укусил горничную золотышку впрочем он предложил ей сделать то же самое в своей извиняющейся речи достойный человек на какие только ухищрения не идут чтобы попиарить свои кинопроизведения что тут скажешь слушайте прям вот солнышко припекает или это не солнышко мне спину припекает а ну да ладно между тем в турции проходит совещание с внешним участием о том как ужесточить санкции против рф и несколько банков кнр перестали принимать платежи российской федерации в юанях на то есть вот так вот полагаться и верить никому нельзя и полагаться ни на кого нельзя в этом случае и знаете позволю себе сказать несколько слов да мне исполнилось сегодня 46 лет мой день рождения а еще сегодня калаврат старинные славянские новые годы и наврус новый год который отмечают во многих странах северного ислама средней северной части средней азии ближнего востока и так далее причем обычай этот праздник этот до исламский как я уже говорил и позволю себе сказать несколько слов у меня в одном из телеграм-каналов ссылки на события и бывает я опубликую новости с участием приехавших в россию жить и трудиться людей когда они совершают какие-то совершенно дикие простите за тавтологию злодеяния избиения там и так далее и позорят огромное число приехавших людей приличных достойных честных тружеников и я сразу хочу сказать что я ни в коем случае не желаю сеять и не собираюсь и не буду сеять никакую рознь ксенофобию ненависть и так далее и тому подобное но я за цивилизованность и более того я сам никакой ксенофобии не страдаю там нацизмом и ничем таким с уважением к разным народам и религиям отношусь просто надо быть объективным и цивилизованным человеком и знаете когда уже мертвые младенцы в новой москве а в санкт-петербурге одно за другим два нападения с избиениями на людей забили до смерти двух человек и что что мы знаем мы знаем что если следственный комитет не вступится тогда это будет какое-нибудь там причинение смерти по неосторожности и там и диаспора и я сразу хочу сказать что диаспоры и землячество на территории российской федерации быть не должны на территории россии будущего они не должны быть такого быть не должно потому что это сразу создание мощных центров влияния и мы видим как они употребляют это влияние зачастую с целью они не с благими какими-то целями а с целью отмазать своих земляков от совершениями тяжких преступлений необходимо убрать лазейки в законодательстве когда забить до смерти считается не убийством да это хуже убийство это с особой жестокостью алло очнитесь необходимо множество всего пересмотреть создать целую целый новый институт и государственные организацию государственное ведомство министерство которое будет заниматься именно средой мигрантов и контролем за этой средой потому что сейчас на самом деле власти досконально не знают что творится в новой москве люди мигранты в основном попавшие в безвыходное положение часто идут на совершение зверств бывает и такое от безвыходного положения просто потому что им некуда пойти жаловаться и куда эти люди идут стучаться в свои посольства где им тоже помогают так сяк что ж нам необходимо создание цивилизованной разумной доброй среды а не того что происходит сейчас я даже не стал озвучивать эти преступления но вы можете прочитать о них в одном из телеграм-каналов мерзкая поганая история такого быть не должно здесь в россии люди должны научиться жить в согласии в доброте и и взаимном уважении это возможно на самом деле это совершенно доступно и реально надо просто произвести некоторую переоценку ценностей что ж подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии поддержите мой труд описание подскажет как с днем рождения меня вот еще раз все кого обидел задел нанес рану и так далее простите меня миру мир люблю эти слова